Ну, дай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. Сегодня у нас три письма от высших сил. И использовать для этого я буду три колоды в стиле Алиса в стране чудес. Соответственно, мы сначала с вами будем на нашем таро выкладывать ваше текущее состояние, чтобы вы могли правильно выбрать позицию. То есть у нас будет три позиции. Вы можете посмотреть как одну, так и две или все три позиции по вашему усмотрению. Итак, лучше выбирать позицию по первой карте, ваше текущее состояние, в каком аркане вы находитесь. Так вы почувствуете связь со своей позицией. Так вы поймете, что интуиция вас не подвела. Вообще полезно смотреть все три позиции. Почему? Потому что в каждой вы можете увидеть для себя знаки. Также, может быть, вы ошибетесь с вашим текущим состоянием. И более такую для себя правдивую позицию увидите совершенно в другом варианте. Итак, сначала мы выкладываем с вами три карты, три позиции. Ваше текущее состояние, в каком аркане вы находитесь. Потом будем смотреть письма для вас от высших сил. Три письма от высших сил. И давайте обозначим, опять же, наши позиции в стиле Алиса в стране чудес. Так, какую мы с вами выберем первую карточку? Наугад, да? Ну, давайте вот эту. Так, первая. Тут вот у нас сразу же очень интересный вариант. Вторая. Первая, вторая. И кого мы тут поищем с вами? Так. Что-то загадочное, да, на третью позицию. Что-то поинтереснее такое. Чтобы такое взять. Ух ты. Может быть, возьмем вот эту карточку. И считаю интересно. И третья позиция. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. А потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, три письма от высших сил. Три письма от высших сил. Итак, ваша первая карточка. И первая карта. Ваше текущее состояние. В каком аркане вы сейчас находитесь? Вы у нас сейчас рыцарь-чаж. Ну, рыцарь-чаж – это хорошая карта. Показывает, что вы идете по пути своего сердца. Для женщины в ее жизни может быть рыцарь-чаж. Мужчина, влюбленный в нее, например. Может быть, даже тайна. Может, вы об этом не знаете. В любом случае, чем-то он мне здесь напоминает почему-то Дон Кихот. Не знаю. Может быть, вы и собираете на себя небольшие неприятности. Но вас это ничуть не страшит, не мучает в жизни. Карта так-то хорошая, светлая, светлого человека, которого любят люди, с кем хорошо общаются другие. И вас, в принципе, воспринимают так нормально, да? Вообще, еще карта показывает кого-то влюбленного. Ну, может, вы сейчас влюблены в кого-нибудь, любите человека, мечтаете. У вас романтический настрой. Еще карта показывает какие-то неожиданные сообщения, внезапные подарки, сюрпризы жизненные. Мне нравится то, что человек в ней всегда занимается тем, что он хочет от души, вместо того, чтобы выполнять чьи-то поручения. Или вместо того, чтобы постоянно быть обязанным кому-то. Может быть, вы решили выбрать такой путь для себя недавно, и еще к нему не привыкли, но факт остается фактом. Возможно, вы живете для себя, для любви, для счастья, а вовсе не для кого-то. Я считаю это прекрасно. Хорошо, давайте посмотрим. Первое письмо от высших сил касается любви как раз-таки. То есть первое письмо у нас любовное. Письмо о любви от высших сил для вас. Итак, Королева Пентаклей. Ну, карта, конечно же, показывает, что для любви у вас должна быть семья, серьезные отношения, брак, дом. Может быть, не только романтика, страсть, любовь, морковь, а еще и тепло, понимание, забота, умение позаботиться о других. И так-то есть человек, возможно, кто готов заботиться о вас. Вообще, у вас, может быть, намечаются серьезные отношения брака или укрепляются отношения до брака. Здесь у нас императрица, еще одна карта серьезных отношений. То есть, да, с одной стороны, у вас сейчас состояние рыцаря кубков. Это понятно. То есть, какая-то романтика входит в вашу жизнь, и, может быть, чьи-то к вам светлые чувства. Но, с другой стороны, созданы-то вы, судя по картам, для серьезных отношений. И у вас должна быть семья в будущем, если даже сейчас ее нет. И семья, и дети, и дом, и тепло. Вот это, знаете, такое душевное тепло, понимание между супругами. Женская линия у вас очень сильная. Высшие силы это подчеркивают, что вся семейность передается вам по линии матери или по женской линии рода. И высшие силы буквально благословляют вас на серьезные, хорошие, светлые взаимоотношения с кем-то, на любовь, на брак, на даже статус и большой красивый дом. И на то, чтобы в этом доме всегда был мир и согласие. Так, ну давайте посмотрим. Теперь письмо для денег. Письмо для финансов или работы, может быть, бизнеса. Тройка жезлов. Тройка жезлов – это перемены, мои дорогие. Чего-то вы ждете, как своего часа ждете, чтобы встретить корабль в порту. Этот корабль вам что-то привезет. Какие-то новости или товары из-за границы. Ну, может, это работа с иностранцами действительно. Может, это перемена в самой работе. То есть, заработок теперь будет другим путем, но гораздо лучшим. То есть, вы будете явно делать то, что вам очень нравится, и это будет приносить вам доходы. Но очень карта связана с торговлей. Очень. С торговлей и бизнесом онлайн. Может быть, опять же, поездки, дорога, перевозки, транспортировки, интернет-магазин. Или постоянные ходят туда-сюда товары, посылки, всякие доставки. То есть, об этом может идти речь. Но то, что у вас что-то меняется, и вы ставите для себя новые цели, задачи – это факт. Четвёрка Жезлов. Это всё ведёт вас к лучшему будущему. Высшие силы с вами согласны. Они говорят, что ты сможешь построить что-то прочное, прочные союзы, хороших клиентов, клиентскую базу. И бизнес у тебя будет процветать. Или работа твоя будет процветать. Или ты на работе поднимешься. То есть, карта явно, четвёрка Жезлов подчёркивает нашу тройку, что смотри, мы от тройки с тобой перешли в четвёрку. То есть, у нас есть результаты. У нас есть вот это упрочнение, когда ты из нестабильной тройки, из изменений перешёл в стабильность и процветание. И ты укрепился, и у тебя всё хорошо. Мне кажется, это хороший прогноз для денег. И, конечно, четвёрка Жезлов показывает возможные в будущем покупки крупные. Или покупка недвижимости, или офисы, или ещё что-то такое. То есть, у вас идёт действительно улучшение финансового положения. И высшие силы согласны с тем, как вы сейчас идёте. То есть, у вас есть хороший курс. И в любви хороший курс есть. Ну, правда. Так, теперь, значит, посмотрим третье письмо. Окружение ваше, да? Третье письмо про ваше окружение. Так, значит, шестёрка кубков. Кто-то возвращается к вам, и кто-то очень романтично и хорошо к вам относится, или, может, даже с любовью. Тигры, у вас прям союзы, союзы. У вас действительно отношения какие-то должны укрепляться. В скором будущем. И Иерофант показывает, что в вашем окружении больше честных людей, советчиков, наставников, чем плохих людей. Туз кубков говорит о сильных эмоциях в вашу сторону. Как и шестёрка кубков. Но шестёрка кубков, я говорю, ещё и показывает иногда прям возврат кого-то из прошлого. Или возврат прошлого в взаимоотношениях с людьми. Или с человеком. А вот туз кубков, сильные эмоции в вашу сторону. То есть сильная энергия в вашу сторону. И сильные желания какие-то идут от какого-то человека. Иерофант же показывает, возможно, какого-то одного хорошего друга. Или какого-то соратника, советника, не знаю, кто может вам помочь. Или учителя вашего. Или кого-то старшего, кто действительно является для вас опорой, поддержкой. Так, давайте теперь посмотрим ещё от двух колод письма послания высших сил. Ну вот просто как послание. Да, вот что скажут, то скажут карты. Именно просто такое как бы предсказание на будущее от высших сил. Тут такие интересные карты. Давайте тоже посмотрим, что просто вам скажут высшие силы сейчас. Так, тут у нас игра в крокет. То есть в вашей жизни действительно идёт какая-то игра. И вы, получается, в чём-то участвуете или скоро будете участвовать. Я вот знаете, как считаю? То есть кто-то с вами пытается соревноваться, да? Но у вас трудно выиграть, потому что вы сильный соперник. Однако ведь и подтверждает карта, что с вами соревнуются, и подтверждает, что кто-то соперничает с вами. Игра должна продолжаться, но пока вы спокойны, пока у вас сердце спокойное, умотрешённый. Если вы начнёте в этой игре эмоционировать, её следует закончить. Не надо идти до конца. Если же вы продолжите с холодным умом, так скажем, эту игру, то вы выиграете её. Выиграете, потому что тут главное без эмоций. Тут главное чётко идти. То есть у вас, может быть, и ездите на какой-то соперник, враг или ещё кто-то, но вы пока лучше. Вы пока лучше. Игра в крокет — это такая штука, когда ты не начал, не знаю, кричать руками, размахивать, то ты прям супер игрок. И вот это вам надо прям поддерживать в себе, вот эту игру. Но опять же игра может идти по-крупному, но то есть вам в жизни может в будущем очень повезти. Мы же видим, что у вас большие перспективы. Допустим, создать что-то хорошее в жизни, укреплённую семью, хороший дом, может быть, работу, бизнес, зарабатывать больше, чем сейчас. И всё это лучше делать без эмоций. А это, конечно, когда такая игра идёт у человека, он, ну, соответственно, должен держать себя в рамках, должен держать себя в руках, чтобы не проиграть в этой игре. Ну, хорошо. Итак, давайте с вами посмотрим, что ещё вам скажут напоследок высшие силы. Гонец. Ну, скоро вести какие-то придут. Всадник. Мужчина с новостями, да? И обратите внимание на этого мужчину и на эти новости. Это очень важно. Это очень-очень необходимо. Я вот как считаю, что если такая карта выпала, то и в жизни скоро будет движение, и в жизни будут перемены. А перемены у вас и не один раз уже выпали. Значит, всё скоро действительно поменяется в лучшую сторону. И самое главное — с честью и достоинством идти вперёд. И не сдаваться на полпути. То есть вы должны дойти. И да, когда ты идёшь к самой вершине, у тебя могут быть проблемы, но это не значит, что ты не можешь их преодолеть. Вот так. Ну, вот такое послание. Такие три письма от высших сил для вас сегодня по первой позиции. Идём дальше. Особенно вот если вы не чувствуете, что в позиции что-то ваше или там ваша позиция. Обязательно смотрите другие. Я говорю, вы могли просто взять и случайно там что-то перепутать, когда выбирали позицию. Так. Следующая. Вторая позиция. Такую вы выбрали карточку. И первая карта. Ваше текущее состояние. В каком аркане вы находитесь. Вы у нас восьмёрка мечей. Ну, как в западню попали, что ли. Хаос вокруг. Хаос мыслей, хаос души. Не знаете, как быть, как помочь себе, как помочь другим. Вы жертва. Вам очень хочется, чтобы кто-то что-то сделал для вас. Вас мочит дождь, вы стоите окружённые восьмём мечами. Но выбраться для вас нет проблем. Ну что, выйти из мечей не можете? Можете. Верёвки слабо держатся. Мы каждый раз обсуждаем эту восьмёрку. Что повязка-то, видите, какая слабая. Я специально увеличиваю карту, вот здесь поближе передвигаю, чтобы вы видели чётко, что девочка могла бы выпутаться. И вы могли бы выпутаться, но вы не хотите. Понимаете, вам хочется, чтобы этот человек сделал для вас это. Чтобы он хоть что-то для вас сделал. Понимаете? Это ваша идея фикс. Отпустите эту идею. Отпустите, потому что она не такая важная. Вам кажется, что она важная. Вам кажется, что вот вы закроете какой-то гештальт, вы удовлетворитесь, ваше подсознание будет удовлетворено. А на самом деле это глупость. Вам нужно просто это однажды понять. Ну, может, действительно, может, вы и заставите этого человека вам помочь. Или сделать что-то ради вас хоть раз. Или другого человека. Или третьего, или пятого. Может, вы и поставите эту галочку. Но всю жизнь бежать ради этого, вперёд и стараться всё-всё-всё сделать ради этого, это не стоит там того. Ну, поймите это. Это не может быть целью вашей жизни. Это не может быть вашей, не знаю, там, самой крутой идеей. Вы можете больше. И если ни от кого ничего не ждать, у вас будет получаться гораздо лучше. Вы как будто до сих пор бежите за своими родителями, например, за своим отцом. И другого человека уже мужчину заставлять пытаетесь, если вы женщина, ну, допустим, я пример привожу, заставлять пытаетесь, чтобы он ради вас хоть что-то сделал, раз отец не сделал. Ну, я, например, говорю, это может быть другая ситуация. Просто у многих так. Женщины бегут за мужчинами, пытаясь заставить их что-то сделать ради себя, потому что их отец ничего не сделал. Мужчины бегут за женщинами, пытаясь тоже что-то их заставить, потому что их мать что-то не сделала. И вот все вот стоят вот в этой восьмёрке мечей, вот очень многие люди. А зачем? Зачем? Ну, добьёшься ты этого, ну, сделает этот человек ради тебя. И что? Что дальше-то? Раз твоя жизнь изменится после этого, нет? То есть вам нужно меняться самому или самой. Вам нужно плюнуть на это, забить. Тогда вы станете взрослым человеком. Сейчас вы ребёнок. До сих пор ребёнок, который травмированный, который стоит вот в этих восьми мечах, а не более того, круг хаоса. То есть в ваших мыслях, в вашей душе постоянный сумбур, постоянное смятение, постоянный хаос. Ладно, давайте посмотрим, что вам хотят сказать высшие силы. Сначала про любовь. Вот вы сейчас в западне, да? На вас давят, возможно, вам кажется, внешние обстоятельства и всё. Вот что вам скажут высшие силы? Про любовь сначала. Видите? Это, скорее всего, про любовь. Потому что карты, ну, невероятно, прям выпали похожие. Ну, прям невероятно. Но это практически одно и то же. То есть вы зависли на перекрёстке судьбы, на перекрёстке любви просто из-за вот этого гештальта. Я не говорю, что именно тот, который я там назвала, их может быть разных несколько, но какой-то у вас точно завис. Отпустите вы эту идею, вот идея. Вот есть, знаете, женщины, у которых идея, что мужчина должен быть мужчиной, должен содержать, должен вот это заработать. Вот если он не это, то он не то. Или ещё что-нибудь. И вот это вот приводит к каким-то катастрофам всегда в жизни, вот когда ты рисуешь какой-то образ, прототип, заставляешь человека быть тем, кем он вообще не является. И вам нужно это прям зарубить себе на носу, что это другой человек. У него есть личность внутри своя. Вы его можете любить таким, какой он есть. Не надо никого переделывать. Рыцарь мечей. Высшие силы говорят, что у вас может быть прорыв в любви. Вот вполне. Если вы отрубите эту ситуацию, этот гештальт, эти запросы свои нереальные, просто возьмёте и отрубите. И попробуйте справиться с собой, чтобы никого не переделать. Просто возьмёте и пойдёте дальше. Куда поведёт любовь, туда и поведёт. Куда поведут отношения, туда и поведут. Не надо ничего искать в них. Не надо чего выковыривать. Будьте собой, и с вами человек пусть будет тоже собой. Вот вы когда дадите ему быть собой, он раскроется совершенно с другой стороны. И рыцарь мечей показывает решительность в любви. Решительность. Не зависание вот в этих картах, а решительность. И вот эта решительность, она вас не подведёт. И говорить лучше прямо. Всегда, хоть с кем. На худой конец человеку даже можно попросить, чтобы он сыграл эту роль, которую вы очень хотите в нём видеть. Он сыграет. Если любит, скажет, давай поиграем вот в это. Знаете, есть мужчины, которые женщины наряжают медсестрой. Ну вот надо ему, чтобы она была медсестрой. Ну вот закрыть ему надо внутри что-то про медсестру. Вот тут то же самое. Ну нарядите вы его там, не знаю, героя, супермен. Так, теперь, значит, давайте про работу, деньги, финансы, бизнес. Что скажут высшие силы? Паш, мечи. У вас что-то мечи пошли. Вот у вас вообще вот одни мечи. Почему? Потому что, ну, какая-то острая жизненная ситуация. Острые вопросы. И тут не до нюней, не до тюней вот этих кубковых, не до сентиментальностей. А что-то надо решать. И с работой, бизнесом, финансами надо как-то побольше чёткости, что-то решать, пособраннее быть и действовать кардинально. Может, какие-то документы оформить надо и про обучение пройти, и ещё что-то там, ещё что-то. И стремиться вверх надо, а не вниз. Луна показывает, что вы иногда начинаете блудить где-то в своей голове. с моржом вот ходите и этими медиями, или кто уж они там ракушки. То есть, вместо того, чтобы чётко себя вести, там делать, да, стараться, вы можете начать вот там вот блудить опять в своих каких-то мыслях, в своих каких-то психологических переживаниях. Что ещё говорят эти карты? Высшие силы намекают. Что в личной жизни, что в работе, бизнесе, финансах. У вас какие-то перекрытия, возможно, от недоброжелателей, то есть магические воздействия. Поэтому вы себя чувствуете закрытым человеком, у которого ничего не получается. Паш мечей, рыцарь мечей, что говорят? Руби, будь чётче, соберись, возьми себя в руки. Ты можешь. То есть, нужно просто действовать. Вот закройте глаза на все свои психи. Действуйте. Действуйте по расписанию. Составьте себе расписание, план, и вы должны действовать по этому плану. Вы увидите, у вас всё получается. Вы увидите, что у вас идут прорывы в жизни, и всё хорошо. Так, теперь, значит, по поводу окружения вашего. Что скажут высшие силы? Семерка жезлов. А вот это интересно. Ой, девятка мечей. У вас с кем-то ссора была недавно. Паш жезлов. Ссора из-за чьей-то ужасной глупости, тупости, я не знаю, вот импульсивности, даже, может быть, жадности. В вашем окружении мало хороших людей. В вашем окружении мало преданных людей. Вам нужна команда. Вам нужно запастись терпением и собрать вокруг себя хороших, проверенных людей, которые на вашей стороне. Вот сейчас мало там на вашей стороне. Может, кто-то есть один, кто на вашей стороне, но это максимум. А так все остальные какие-то подкольщики, гадко злые и жадные и вообще отвратительные люди. И с ними справляться и держаться в руках очень сложно. И вы в депрессии, возможно, из-за этого. И вам надо как-то реабилитироваться, срочно-срочно реабилитироваться, чтобы не нервничать, потому что нервные клетки не восстанавливаются. И поберегите себя, потому что тут видно, что да, вас соедают, может быть. А вам очень хочется, чтобы вас, наоборот, спасали. Так, ну давайте, значит, посмотрим, что еще вам хотят сказать высшие силы через другие колоды наши. Ракула, Лисы, Странит Чудес. Что еще про ваше будущее? Герцогиня. Тут как будто женщина, вокруг нее, видите, все, тарелки, сковородки, все, летают веники, там лопаты. Женщина, у нее какое-то злое лицо, да? И ребенок как будто бы на руках, но это не ребенок, а мартышка. То есть явно у вас есть какая-то недоброжелательница, она в будущем тоже играет свою роль, но она вас явно чему-то учит, и вам нужно просто извлечь урок из ваших взаимоотношений с ней. Возможно, ее жизнь благодаря вам тоже изменится в итоге. И, возможно, ее вот это вот лукавство, притворство, глупости тоже все изменится. Вот мое мнение, да, что иногда у нас бывают враги или недоброжелательные, но мы их меняем тоже. То есть они пытаются изменить нас и меняются об нас. Поэтому я думаю, что это какие-то кармические взаимоотношения. Мне кажется, как эта женщина как бы и была в вашей жизни, так и пока будет вот так. Но это не означает, что это плохо. Это означает, что это чему-то вас учит. Так, дальше, значит, что еще хотят сказать высшие силы? Солнце. Вас ждет удача, вас ждет светлая полоса. Все будет хорошо, все прояснится. Карта также, Тузбубин показывает письмо какое-то, которое вам придет и сильно улучшит вашу жизнь. Или какая-то бумага. Еще карта показывает денежную удачу и изобилие само по себе. Но вот как начало новые клавы, светлые полосы, это у вас обязательно наступит. То есть вы придете к этому. Вы пройдете то, во что вы сейчас уже влезли, ввязались, как говорится, уже там в болоте сидите. Но вы все из этого выберетесь, вы это пройдете, и у вас наступит очень светлый период. Верьте, все будет хорошо. Просто сейчас надо взять себя в руки и поработать над собой. И в личной жизни тоже можно над личной жизнью поработать. Может над собой, может быть над любимым человеком, то, что не лезть к нему, переделывать. Может быть над самими отношениями, что когда я меняюсь, меняются мои отношения в лучшую сторону. Но главное, не надо об кого-то закрывать свои психологические травмы и переживания. Это очень важно сейчас. То есть перестаньте быть ребенком, помиритесь со своим внутренним ребенком, то есть делайте медитацию, и уже становитесь взрослым человеком, который вместо того, чтобы под кровать прятаться от проблем, их решает. Вот такой ответ у нас по второй позиции. Если не чувствуете связи с этой позицией, вам нужно выбрать другую. Мы идем с вами дальше. Позиции номер 3. Три письма от высших сил. Что вам хотят сказать высшие силы? Такую карточку вы выбрали. И давайте посмотрим ваше текущее состояние. В каком аркане вы находитесь. Суд. Суд – это возрождение. Это исцеление, это стадия исцеления, стадия птицы Феникс, когда из пепла мы восстанавливаемся, когда в жизни происходит настоящее чудо. И может, вы на пороге этого чуда, может, вы уже в нем живете, но солнце всходит в вашей жизни, тьма рассеивается, и скоро точно все будет хорошо. Если вы с кем-то судились, вы должны выиграть суд. Карта очень хорошая. Она всегда показывает какие-то изменения в жизни в лучшую сторону, перемены хорошие. И она всегда несет в себе Божью волю, Божье чудо, энергию высших сил, таких светлых. И она говорит, ангел трубит в трубу, и мертвые встают из могил. То есть до такой степени. То есть, может быть, вас сейчас куда-то зовут, вызывают, но это к лучшему. К лучшему. Вообще, мне нравится эта карта. Многие в ней видят очень много мистики. Знаете, связь с миром мертвых, когда мы диагностику проводим, негатива всегда в ней есть. И кладбищенская работа при диагностике того, что делали, и все-все-все. Да, в ней много всего. Но не забывайте, что самое главное в ней библейский сюжет. Библейские явления. Итак, давайте посмотрим. Первое письмо касается любви. Письмо от высших сил про любовь сначала. Жрица. Ну, жрица — это вы себе на уме. Неважно, мужчина вы или женщина. Ну, хотя у мужчины здесь может быть женщина такая. Точно уж себе на уме. А женщина, она себе на уме, она, ну, знает, что хочет. Отлично это жизни. Но пока может чувствовать себя даже чуть-чуть одинокой, например. Или полагаться, мол, в жизни только на себя. Но дальше мы видим туз Пентакли. Если вы женщина, может быть, вам нужен богатый муж. Или мужчина такой статусный. Ну, туз Пентакли показывает, он у вас будет? Или ваш мужчина, мол, должен поднять свой статус, считайте вы, и обрести большие деньги, возможности. И для вас это стимул, чтобы оставаться в отношениях. Если вы мужчина, ну, какая-то женщина себе на уме, но она хочет, чтобы вы были богатым мужчиной. Или вообще себе богатого мужчину, а вы в неё влюбились. Но это для чего-то вам нужно. То есть, когда такая женщина у мужчины есть, он всё время пытается забраться наверх. Это его очень сильно стимулирует к развитию. А если его это стимулирует к развитию, то он начинает что-то делать. И это его всегда поднимает по социальной лестнице вверх. И, естественно, увеличивает его благосостояние. То есть, всё польза-польза. Но вообще-то спинтакли — это очень большие шансы для личной жизни. Но именно для того, чтобы обустроить отношения, так прям по-деловому. Так, ну давайте посмотрим, а что у вас высшие силы скажут про деньги, финансы, бизнес, работу там. И всё такое прочее. Мужчина. Король жезлов. Ну такой фокусник, да, у нас. Играется тут. Колдун. Ну, конечно, карта показывает, что на ваши финансы может влиять некий мужчина. Возможно, даже знак огня или просто пробивной такой деловой бизнесмен по натуре. Даже если ещё не физически, не фактически, то внутри у него сидит коммерческая жилка. предпринимательская. Карта показывает для мужчины увеличение, конечно, денежных потоков и повышение статуса. Ну то есть, допустим, станете начальником, хозяином бизнеса. Мир. Мир — это даже, может быть, переезд в другую страну, например, или город побольше. Мир — это прорыв, это улучшение, это большие результаты, это выход на следующий виток спирали, это быть у руля. Ну то есть, что-то вот такое прям возвышенное и богатое. Что-то на богатом. Поэтому, ну я считаю, что да, карты показывают, что из-за какого-то мужчины или в связи с ним, или как-то вместе, может быть, если вы мужчина или женщина, что-то увеличивается в будущем и поднимается и уровень социальный, и благосостояние. То есть, всё будет. Всё будет. Так, ну давайте посмотрим ваше окружение, что про него скажут высшие силы. Прямо-таки солнце. Солнце. Ну тут, видите, девочка между двух королев. Я в наш выбор какой-то. Вот окружение ваше ставит вас перед выбором. Шестёрка мечей. Возможно, вы будете менять в будущем окружение. Возможно, вас действительно ждёт переезд. И семёрка пентаклей. Семёрка пентаклей, знаете, показывает скучных, обыденных людей. Возможно, людей возрасте или уставших людей. Людей, которые работают на работе постоянно. То есть, такие могут вас тоже люди окружать. Обычные, как говорят. Солнце наоборот же показывают, что двое очень талантливых, но эгоистичных людей в будущем могут ставить вас перед выбором. А шестёрка мечей – то, что вы будете менять своё окружение. То есть, тут интересно про окружение. Прямо интересно. И перемены, и, значит, выбор, и рядом обычные люди. У вас какая-то смесь получается. Так, ну давайте посмотрим, что ещё вам хотят сказать высшие силы про ваше будущее, но через другие колоды. Так, значит, сначала оракул в стране чудес, Алиса. Валет Червей. Ну, Валет Червей, конечно же, говорит о каких-то несправедливых обвинениях. И нужно до конца отстаивать, если вдруг обвиняют вас, до конца отстаивать свою правоту, доказывать в будущем. А если обвиняют при вас кого-то, то поддержать этого человека, потому что он явно прав. А те, которые его обвиняют, явно неправы. Может быть, это дело касается какого-то мужчины. Обязательно поддержите этого человека. Это будет хорошо для вас, потому что, если это при вас кого-то несправедливо обвинили, а вы его защитили, вы навсегда останетесь хорошими друзьями или лучше, то есть со всем близкими людьми. Если же обвиняют вас, то вы не можете оставить без ответа несправедливое обвинение. Как говорится, ваша честь будет под вопросом, вы не можете оставить это, и вам придется доказать обратное. Вам придется доказать, что эти обвинения несправедливо. Хорошо, теперь посмотрим, значит, что еще хотят сказать высшие силы. Ну, тут у нас книга «Семерка Бобин», но мы видим пару «Любовь», «Отношения». И эти отношения, так как это книга, они могут быть тайные, да, и поэтому, мои дорогие, в будущем кто-то может предлагать вам тайные отношения, или вы можете даже состоять в тайных отношениях, то есть какое-то время свои отношения вы не будете афишировать. Но также еще эта карта говорит о том, что в будущем важен какой-то разговор, личный разговор, который может вообще все изменить в вашей жизни. Вот так. Ну, вот такой вот у нас ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если вдруг видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч!